Дорогие братья и сестры, давайте сегодня поговорим об очень важной, позабытой сунне нашего пророка, в котором есть для многих из нас решение наших многих проблем. Давайте сегодня поговорим об истихаре. Что значит истихара? Начнем со слова истихара. В переводе слово истихара означает снискание выбора, точнее выбора Всевышнего Аллаха. Очень часто многие из нас оказываются перед такой сложностью, сложностью принятия решения в своей жизни, сложностью выбора между двумя различными решениями, например, в вопросах бракосочетания, выйти замуж за какого-нибудь человека или же приобрести какую-нибудь, например, машину, автомобиль, какой маркетом и так далее, вплоть до этого. Мы с такими вопросами, с такими выборами сталкиваемся в жизни очень часто. Так вот истихара, слово истихара само за себя говорит, это значит, мы в этом случае обращаемся ко Всевышнему Аллаху, чтобы Он сделал этот выбор за нас. Вы представляете, какое это для нас благо? Когда Всевышний Аллах Сам нам подсказывает, нас подталкивает к тому, что Он считает для нас наилучшим из этих двух решений. Давайте приведем хадис об этом. От Джабира ибну Абдиллаха, рады Аллаху анхума, приводится. Он говорит, воистину посланник Аллаха, салли Аллаху алейхи васаляма, нас обучал истихаре во всех наших делах, подобно тому, как Он нас обучал суре из Корана. И посланник Аллаха говорил следующее. Когда кто-либо из вас желает совершить некое дело, пусть он совершит сначала двухракатную молитву. Мин гайрил фаривати, не из обязательных, то есть добровольную молитву. Затем пусть он говорит, многие ученые полагают, что эта дуа читается после совершения двухракатной молитвы. И звучит этот дуа, текст этого дуа следующий. Посланник Аллаха говорит. Он затем скажет. О Аллах, я прошу у Тебя выбора через Твои знания и прошу силы через Твое могущество. Прошу у Тебя из Твоих великих щедрот, из Твоей великой милости. О Аллах, если Тебе известно о том, что данное дело благо для меня, в моей религии и в моей бренной жизни, ва акибати амри и впоследствии всех моих дел, ау кала аджили амри ва аджилихи, или же в делах этого дуа и относительно вечного мира, то тогда предопредели для меня это дело и облегчи его для меня. Затем ты снизошли благодать в этом деле. Но если же ты знаешь, что данное дело злополучие для моей религии и для моего этого дуня, и для последствий всех моих дел, ау кала аджили амри ва аджилихи, или же в делах этого относительно моего дуня и ахирата, фасрифху анни, васрифни анху, ва кдурлия лхайраха и тукана, сумма радыни бихи, то тогда говорит, о Аллах, отдали от меня это дело, и меня отдали от этого дела, и предопредели мне благо, где бы оно ни находилось, и сделай меня довольствующимся тем, что ты для меня выбрал. И затем ты назови свое дело, говорит посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям. Данный хадис привел имам Аль-Бухари. То есть, когда мы стоим перед выбором каких-нибудь решений, или же просто мы намерены совершить какое-нибудь любое дело, даже если его необходимо совершить. Сунной является совершить двухракатную молитву с намерением молитвы и стихара. Я намереваюсь совершить молитву и стихара. Совершить эту молитву в любое время за исключением времени нежелательных для намазов. Это после полуденное время и после утреннего намаза. И во время заваля, зенита. И после этого ты совершаешь любое время, совершаешь двухракатную молитву. При этом желательно в первом ракате после суры Аль-Фатиха прочитать суру «Улия Айюха Аль-Кафирун». А во втором ракате желательно прочитать «Ульху Аллаху Ахад» суру Аль-Ихляс и затем прочитать эту дуа. Иншаллах, данная дуа будет в описании под этим видео с переводом, иншаллах, совершать эту молитву и после этого уповать на Всевышнего Аллаха, полагаться на Всевышнего Аллаха. Ученые говорят по поводу результатов этой молитвы. Какой результат, какой-нибудь знак должен ли получить мусульманин после совершения молитвы и стихара. Согласно мнению многих ученых, мусульманин не должен получать какого-либо знака, а он должен всего лишь уповать на Всевышнего Аллаха, применять расчет, подумать и стараться делать то, что он намерен сделать, полагаясь при этом все-таки на то, что ты считаешь правильным, приемлемым, благим для себя. А результатом будет то, что данное дело будет успешным, что данное дело станет легким, легким для тебя. Но при этом мы ни в коем случае не должны считать, что если исход нашего выбора в том или ином деле, в наших глазах, в нашем восприятии, если это злополучие, возможно, это благополучие по замыслу нашего Создателя. И мы должны быть готовы смиренно согласиться с выбором Всевышнего Аллаха. То есть результат, то, что мы после этого совершим, сделаем, это и будет выбором Всевышнего Аллаха. Но однако ученые говорят, что можно воспринимать в качестве доброго знака какое-нибудь сновидение, которое указывает, которое толкает нас на выбор одного из двух решений. Также можно воспринимать как знак от Всевышнего Аллаха нашу решимость, если, допустим, после совершения этой молитвы наше убеждение в выборе одного из сторон увеличилось, наше склонение увеличилось в сторону одного из двух решений. То есть это тоже можно воспринимать как знак. Ученые говорят, что даже если вы не ощущаете какого-либо склонения в одной из двух сторон, в одной из двух решений, то желательно повторять эту молитву до трех раз, для того, чтобы получить твердую уверенность, решимость в выборе того или иного решения. Также по поводу молитвы Истихара, по поводу Истихары возникает следующий вопрос. Кто его должен совершать? Согласно сунне пророка салли Аллаху алейхи ва салли Истихару должен совершать каждый человек для себя. Желательно его совершать самому. Но в то же время не является запрещенным попросить какого-нибудь человека в праведности которого, знания которого вызывают ваше доверие, попросить для него сделать молитву Истихара и подсказать для него какое-либо решение. Это тоже не запрещено. То есть любой из людей, знающих людей, умеющих правильно будем говорить совершать эту молитву, может сделать эту Истихару за другого человека. Но однако тот человек, который совершает сам эту молитву и делает эту Истихару и делает эту Истихару во всех своих делах старается его совершать, он получает больше награды от Всевышнего Аллаха, ибо он тем самым следует сунне нашего пророка Мухаммада саллиллаху алейхи и саллим. Пусть Всевышний Аллах сделает всегда ваш выбор верным и нет ни малейшего сомнения те дела, которые совершаются Истихарой будут благодатными. Вассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Продолжение следует...